Очень часто люди спрашивают, и в том числе я в свое время очень часто задавался вопросом. Есть некие базовые знания, базовые понятия про ATAR, то есть что же такое все-таки ATAR и когда и для чего он нужен. Базовое правило гласит, что если ATAR пройден, что такое вообще ATAR? Это среднедневное движение инструмента. Оно может быть средненедельным, если смотреть по недельным, оно может быть среднемесячным, но если мы смотрим среднедневной ATAR, это говорит о том, что у инструмента есть как некий средний ATAR. То есть если вы посмотрите вот на эту акцию и вы увидите, что большинство свечей, большинство свечей, они примерно одинаковой длины. Посмотрите, вот примерно, вот он средний ATAR, Видите? То есть, как правило, и это касается в частности рынка Форекс, даже рынка Форекс, это больше касается, инструменты чаще двигаются в рамках своего АТАРа. Но есть отдельные случаи, когда на АТАР можно не обращать внимания. Когда эти случаи возникают, это когда в инструменте происходит паника или ажиотаж. То есть, когда инструмент все распродают или когда инструмент начинает скупать все, как горячие пирожки. То есть, все видят, что скорее всего... То есть, опять же, мы возвращаемся к тем понятиям, которые еще даже не в трейдинговой литературе описаны, а в инвестиционной. Почему покупают такие акции? Есть такие два понятия, как акции стоимости и акции роста. Акции стоимости – это те акции, которые, вы слышали, Ворон Баффетт скупает, та же уже школа Бернстайна, Грэма и так далее. То есть, это те акции, которые, по мнению инвесторов, они просто недооценены. Они смотрят на фундаментальный анализ, сколько примерно по активам компания должна стоить, оценивают, прикидывают и покупают. Что касается акций роста, здесь есть особая часть, опять же, инвесторов, которые считают, что трендовость, импульс на акции, он продолжается, как правило, не один день и не месяц, и не два. То есть, если импульс задан, то импульс, скорее всего, и продолжится. Опять же, вероятность, если вы посмотрите по индексу S&P, это, как правило, новички очень быстро выходят из акции. Но профессионалы понимают, что если импульс задан, то он действительно может продолжаться очень много, особенно на рынке акций. Да, рынок форекс более рейнджевый характер, но даже на нем случаются тренды, и эти тренды погубили большинство Мартин Гейл счетов. И тех счетов, где не выставляются стопы, и торговая система заточена на усреднение. То есть, не выставили стопы, усреднили, взяли плечо, один хороший трейд не в вашу сторону, один хороший тренд, и вашего депозита нет. Поэтому, если кто торгует без стопов, естественно, эти торговые стратегии очень часто заточены на перри трейд, и они торгуются без всяких плечей. Ну, и можно стать просто инвестором по неволе, так же, как и в акции. То есть, выбрали стоимосную идею, она не пошла, а вы оказались на ней обречены на долгие-долгие годы ожиданий. То есть, и такие вещи прекрасно происходят. Почему стопы выбираются? Для того, чтобы за счет короткого стопа выбрать ключевую цену и получить потенциал. Опять же, возвращаясь к АТАРу. Когда начинается ажиотаж и объемы повышены, действительно, инструмент может пройти и 2, и 3, и 5 АТАРов. То есть, есть просто паника или есть ажиотаж. Если мы посмотрим на эту акцию, этот, конечно, объем сбивает. Ну, если посмотреть на этот отдельный объем, посмотрите, вот, он превышает в полтора раза как минимум средний дневной его объем. Вот его средний дневной объем, и вот он выстрел по объему. То есть, мы можем увидеть за счет этого объема, что в акции есть некий ажиотаж. То есть, она вполне может пройти несколько АТАРов. Ну, и у нас есть дневные ориентиры. То есть, вот он следующий уровень 87, вот мы прошли 82. То есть, мы примерно понимаем, сколько инструмент еще может пройти. Что касается, например, валютных пар, что касается валютных пар, то в основном валютные пары ходят в рамках среднего своего АТАРа. Здесь есть и плюсы, здесь есть и минусы. С одной стороны, вы можете прикинуть, какой у вас запас хода и на каком АТАРе вы берете свою идею. С другой стороны, есть минусы. Инструмент ограничен в рамках движения своего АТАРа. Поэтому очень осторожно здесь вам нужно. Бывает ли на Форекс отличные внутридневные идеи и можно ли внутридневные дня торговать? Скажу, да, можно. Я больше торгую валютные пары и вообще рынок Форекс среднесрочно. Но вполне можно. В те моменты, когда идет постновостной характер, действительно есть сильная реакция на новости, либо пробивается какой-то ключевой уровень. Но обычно, если это на средних объемах, а на Форексе все происходит обычно в рамках средних объемов, это идет в рамках АТАР. Но если такие новости, как по Трампу были выборы президента, или сейчас все обращают внимание на инфляционные данные, или если это 2012 год брать, основной показатель это была безработица. Потому что ФРС задавал такой тон, и ФРС говорил, что мы посмотрим на безработицу, потом мы будем принимать решение по процентной ставке. Собственно говоря, сейчас безработица все в порядке, на минимальных своих значениях, даже с докризисных времен, даже с 2000-х времен. И сейчас все, что необходимо для ФРС, для принятия решения, это инфляция. Пока инфляция на каких-то там низких значениях, в предельных своих значениях, то, естественно, торгиться не будет. Если инфляция вдруг выстрелит, а на это влияет облигации, как один из сигналов, то, естественно, рынок начнет реагировать. Поэтому есть определенные корреляционные факторы, есть определенные новости, которые задают фонд. Теперь возвращаясь к этой акции, то есть есть объемы, мы понимаем, что этот инструмент действительно может пройти. Вот она цена 85, где инструмент рассматривал, вот она здесь 85, всегда в инструменте должна быть энергетика. То есть, видите, инструмент пробивает, простаивает в районе 85. И теперь возвращаемся сюда. Что мы должны оценивать дальше локально? То есть у нас есть дневная идея. Мы понимаем, что по единому графику, да, инструмент много прошел, но в инструменте есть объемы, то есть в инструменте есть определенный вид, скажем так, топлива. То есть инструмент, в принципе, готов двигаться дальше. Дальше мы видим, локально, локально мы видим, что инструмент удерживают ровненько, удерживают на уровне. То есть практически цен в цен. Мы видим, что есть активные покупки, и периодически инструмент простаивает. Опять же, никуда никогда не надо торопиться. Когда трейдер пытается взять где-то здесь по верхам, когда инструмент не отконсолидировался, да, может, бывают тренды, которые прямо будут безоткатные, но мы, опять же, мыслим вероятностями. То есть нам нужна максимальная вероятность, что наш трейд все-таки закончится успешно. Ваша задача в начале пути даже взять там 20-25% положительных сделок, построить математику на отношении прибыль-риск, то есть про сильные цены. И, поверьте, у вас математика будет ежемесячно складываться. Главное, понимать, где будут эти ключевые цены. То есть как только вы видите, что инструмент, ну, естественно, дисциплина. То есть если вы будете не дожидаться нормальных, то есть комфортных условий, где вы будете понимать, что вот инструмент отстоялся, инструмент ниже не пускает, он готов двигаться дальше, то, естественно, вы будете залетать в инструмент раньше времени, что происходило со мной в том числе. И из 10 трейдов, представьте, вы влетели в 5 трейдов раньше времени, 5 минусов получили или 4 только из-за того, что поторопились. И вот вам статистика. То есть у вас уже из 10 было бы при нормальной статистике 30-40% положительных сделок, то есть 3-4 положительные сделки, а вы просто своими руками за счет поспешности уничтожили сразу там 3 ситуации. То есть у вас уже из 10 трейдов ситуации или 4 вырезаны просто своими руками, вы уже статистику строите из 7 сделок. То есть вот она первая ситуация. Дальше идем. Тоже, даже на ту же тему, то есть АТР и объемы. Инструмент, опять же, смотрите, падает. То есть казалось бы, ну какой шорт? Инструмент уже падал там, наверное, сколько? Раз, два, три, четыре, пять своих АТРов. То есть очень часто я наблюдаю, как трейдеры начинают ловить прямо внизу развороты. Что особенно на американском рынке можно получить, когда вы ловите развороты? Да и на рынке Форекс, если вы видели ситуацию по фунту в свое время, после Брексита, когда он несколько фигур сделал в пустой зоне. То есть вот это я называю всегда пустая зона. Там, где все будут продавать, там, где, ну, вряд ли вы найдете покупателя. То есть все продают, все видят, что там только находятся низы. И здесь, в принципе, та же может произойти картина. То есть когда инструмент падал-падал, потом встал и просто стоит, Dead Cat часто называют такие ситуации, и люди начинают здесь ловить развороты. Какой минус? Да, инструмент может отскочить, у него хороший вроде как потенциал, но если вдруг инструмент провалится ниже этой отметки, опять же задайте себе вопрос, где будут выставлять все стопы? Вот они будут все стопы. Естественно, как только инструмент начнет двигаться вниз, вы, скорее всего, здесь стоп не получите ни на рынке США, ни на рынке Форекс. А где-нибудь получите здесь или еще ниже. То есть вы получите 5 стопов, 10 стопов или 15 стопов, а то и хуже. Поэтому такие ситуации, такие нюансы всегда нужно учитывать. Но разворот, разворот, опять же, рознь. Бывают ситуации, когда я сегодня буду показывать, когда мы действительно можем взять разворот, и когда это делать можно более безопасно. В данной ситуации мы видим, что инструмент падает, в нем повышенные объемы. Сейчас я покажу. Вот, смотрите, в нем повышенные объемы, явно превышают его средние дневные объемы. Это говорит о том, что в акции просто паника, ее просто сленговым словом говорят, ее просто сливают без остановок. И вот локальная картина. То есть инструмент упал, некоторая консолидация произошла, инструмент постоял, и теперь смотрите, какая абсолютно понятная и четкая ситуация. Я думаю, для вас визуально она будет тоже очень понятна. Смотрите, идет борьба за уровень 17.50. Вот она попытка вернуться. Можно было бы, конечно, и здесь продавать, но для меня уже более четкая картинка была здесь. То есть вот инструмент простаивает, и здесь была продажа. Для тех, кто беспокоится по поводу более свежей ситуации, они обязательно будут. Пока я показываю максимально, чтобы визуально для себя могли сфотографировать, визуально эту ситуацию запомнить. И тоже ситуация из темы АТАР и объем. Здесь без гэпов, но здесь инструмент тоже проходит рамки своего АТАРа. То есть опять же, это та ситуация, когда и ключевой уровень пробит. Вот такая ситуация, она очень часто будет встречаться на Форексе. Вот на такую ситуацию стоит обращать внимание. То, что на Форексе все-таки гэпы более редкое явление. И с другой стороны мы видим, что есть объем. То есть мы понимаем, что в инструменте можно пройти больше, чем один АТАР. Опять же, перемещаемся на более локальную картинку и смотрим. Посмотрите, какая четкая ситуация. Инструмент упал, консолидируется. То есть пока инструмент, вот тоже одна из тех ошибок, которые я раньше допускал, я пытался залезть в инструмент вот где-то прямо в серединке вот этой волатильности, как я называю. Естественно, инструмент здесь не еще, отконсолидировался. И непонятно, куда инструмент двинется. Может, инструмент закрепится и пойдет вверх. Мы здесь этого не знаем. Может, инструмент пойдет вниз. То есть пока инструмент находится зажат, пока инструмент находится в рамках какого-то диапазона, то очень сложно здесь принимать решение. Когда можно торговать внутри диапазона, мы сегодня тоже об этом поговорим. И эту тему я еще затрону. Но пока инструмент находится здесь. Какие бы тут красивые уровни здесь или здесь ни были, инструмент еще 10 раз может походить внутри диапазона и только потом выйти из диапазона. И все вот эти стопы с красивыми уровнями будут ваши. Именно почему уровень уровень рознь и почему есть ключевые цены, есть цены в рамках его обычной вот этой вот внутридневной полотильности, где вряд ли вы что-то сможете взять. Но дальше, что мы видим в 61.50? Круглая цифра. Посмотрите, как инструмент цен в цент начинает поддерживать. То есть все, инструмент выходит из своего диапазона. Мы видим четкое удержание цены. У вас есть возможность выставить минимальный короткий стоп и есть взять хорошее движение. То есть вот именно на таких ситуациях и строится движение. Люди часто думают, что профессионал – это тот человек, который знает практически наверняка, куда пойдет валютная пара, куда пойдет инструмент. Я вам скажу так, что если бы человек знал хотя бы на 90% куда пойдет инструмент, он был бы оракулом или предсказателем. Нет, профессионалы, трейдеры, именно трейдеры, спекулянты – это те люди, которые торгуют вероятностью. Что значит вероятность? Это умение взять волатильность в инструменте. То есть как только в инструменте появляется необходимая волатильность, как только трейдер видит, что можно выставить короткий обоснованный стоп, именно на этом и строится математическая часть. Поэтому когда люди задают вопросы, а что вы думаете по доллар-иене, или а что вы думаете по евро-доллару, или что вы думаете по фунт-доллар, абсолютно не знаю, куда он пойдет, что с ним будет. Я могу только технически посмотреть, где наиболее эффективные рамки для того, чтобы осуществлять сделки. И не более того. Но до того, как торговая сессия начинается, я, естественно, прописываю себе сценарий, и я строю для себя четкий сценарий.